Пока вы в себя еще возвращаетесь потихонечку, после нашей второй части энергетической, хочу вас поблагодарить за поле высшие силы, за проведение очень мощных энергий. Я использовала три чаши, и я чувствовала, когда нужно переходить с чаши на чашу. Сначала была первая чакра, потом сердечная и седьмая. Потом я их меняла. И в конце я прошлась по всем чашам, чтобы проверить, выровненные ли потоки. Все прошло в синхроне. Получили наполнение по всем чакрам, по всему энергетическому столбу. Поэтому, гармонизация произошла, балансировка энергетических центров, сердечное расширение. Ну, а по ощущениям вы уже расскажете, что вы чувствовали, на каком этапе, где у вас прошло, где у вас сильнее было, где у вас больше задело, где меньше задело. Но то, что расширение в сердечной чакре прошло, я это явно почувствовала, это признак того, что гармонизация произошла. В конце, скорее всего, вы ощутили такую лёгкость, уже не было давления явного. Значит, это действительно мы провели качественную работу, всё произошло очень благополучно, очень хорошо. Главное теперь поддерживать это вибрационное состояние. Если вы видели ту информацию, которую я вчера разместила на телеграм, про то, что плотный мир становится менее плотным, про наши изменения энергетические, то вы видели, там было упомянуто про пластины холодильни, да, подаётся звук, и на пластине, от того, какая вибрация, уже создаётся узор. Песок насыпан, либо соль, либо сахар, неважно какая там, может быть металлические какие-то там стружка, но смысл в том, что подаётся вибрация. Но это то же самое у нас происходит на сессе, то есть подаётся вибрация высокочастотная, и внутри у нас наше физическое телоорганы, наши тонкие тела, вся наша энергосистема начинается настраиваться на эти вибрации. Понятно, что это требует какого-то времени, какого-то периода для того, чтобы настройка была, пришла к полному своему завершению. Вот этим мы и занимаемся на каждой сессии. То есть мы выстраиваем свои энергетические поля, свои энергетические центры в идеальном диапазоне на идеальной вибрации. Так что благодарю вас за создание этого мощного поля. Мы проводим не только для себя, мы проводим для людей, для планеты, для того окружения, которое в нашем поле. А теперь я включаю все микрофончики. Пожалуйста, кто желает на Кошу. Да, Наталочка. Доброе утро, мои дорогие. Я хотела поблагодарить в первую очередь тебя, Леночка, каждого из участника этого удивительного поля. Я вчера смотрела это видео, которое ты выложила, и вот сейчас буквально вспомнила, когда ты говорила о пластинах. Я этот пример, мне почему-то очень интересно, захотелось, знаете, как попробовать над себе. И я сама у себя спросила, какая я пластина, какая я была до этого, и какая я теперь. Вот такой эксперимент я попросила, чтобы меня показали, какая же я. То есть не просто я послушала, но я как-то внутренне ощутила, какой хаос был до этого, и какая я была по вибрациям, и какая я сейчас. И вот это чувство хаоса, оно действительно присуще. Вот мы переходим, и физически ощущаю и окружение, и всё вокруг, и тело тоже очень интересное. Диалоги происходят у меня с моим телом, такое общение. А насчёт сегодняшней сессии вообще удивительно. Я не успела подготовить мой тазик и думаю, что делать. Я набираю в ванну воды буквально за секунду, я запрыгиваю в эту ванну, и я чувствую эти потоки, это давление. Хочу всем посоветовать с водой взаимодействовать. Когда Леночка проводит сессии, это совсем другая история. Это проходит намного мягче, и из меня полезли истории. Истории, которые уже отживают себя, которые я всё-таки не могу прожить, выплюнуть, скажем так. Я добавила почему-то, не знаю почему, капельку масла герани. И мне было так вкусно, приятно его слышать и отпускать вот эти вот все мои остатки. Но давление было действительно вот ощутимое. И как с нами работали и бережно, и, скажем так, настырно, потому что пищала, верещала, не хотела уходить. Я крутилась в этой ванной и на спине, прям чувство все семь чакр. И буквально вот мне очень захотелось намочить мой затылок, потому что последнее время у меня затылок, вообще такие загрузки идут. И я намочила затылок, и вот знаете, как такое облегчение мне пошло. Вот я вступила в диалог, наконец-то, своим телом. Я отпустила его, делай любимое, что хочешь. И без, как говорится, без осуждения проделывала всё, что мне хотелось. И в конце я прям почувствовала, когда нужно встать, сполоснуться, поблагодарить, смыть соль себя. Ощущение вообще великолепия. Сейчас, знаете, как вот на море, когда смотришь бриз, и тебя качает в этой колыбельке, и неохота не расставаться, и побыть в этой тишине. Очень здорово. Я вас всех люблю, Леночка. Тебе благодарность. И люблю и обнимаю. Наталочка, тебя благодарю. Очень всегда мне приятно слушать твой голос, как ты всё рассказываешь. Так это по-простому, так это вкусно. Нравится мне. И благодарю за вот это тонкое чувство, а не за применение этого вот способа. Вот я всё время сегодня, первую часть я забыла, реально тазик стоит рядом, я забыла в него встать. Но всё равно реально помогает очень сильно проводить энергию. Ну плюс я ещё не кушаю. То есть через меня там вообще бушуют полностью. Да, Наташа, это пластинное холодение. Это вы можете каждый себе представить. Мы и есть это пластинное холодение, по большому счёту. И на нас влияет всё, что есть вокруг. Вот представляете, какая музыка, какой разговор, какая атмосфера в коллективе, дома. Это всё влияет на наши внутренние настройки. Моментально причём влияет. Поэтому как важно находиться, выбирать чистоту, на которой мы хотим быть. И оно реально покажет. Тело покажет. Как я себя чувствую сейчас. И моё любимое, моё дорогое, покажи мне. Расскажи мне. Да, и вот такая тема простая на самом деле. Тело нам служит, а служим ли мы ему. Да, вот на самом деле. Ведь мы есть одно. Получается, оно у нас в пользовании. Ну, это я точно про себя говорю, потому что я привыкла вкалывать и очень мало заботилась о своём теле. Но понятно, что это вечно продолжаться не может. Тело терпеливое, но когда-то он скажет, всё, хватит, надоело. Вот, поэтому сейчас у меня другая постановка вопроса. Я просто спрашиваю, моё дорогое, моё любимое. Я тебя ещё с умой, я тебя сейчас причешу, я тебя сейчас маслечком намажу. Хочешь в ванну, пошли в ванну. Хочешь там сока вкусного, пойдём, я тебе сока дам. Хочешь полежать, идём, полежим. На солнышко хочешь, пойдём на солнышко. Хочешь походить, пойдём, походим. Что ты сейчас хочешь? Как ты себя хочешь сейчас чувствовать? Понимаете, то есть я вот так вот сейчас вот и спрашиваю, и я вам передать не могу. Это совершенно другие ощущения, когда вы вот так вот с телом общаетесь, когда ему нужно вот сейчас отдохнуть, когда ему нужно сейчас покушать, а вот сейчас просто нужно его погладить по головке, по ручкам, может быть, растереть его солью, да, может быть, просто вот на ножки свои обратить больше внимания, погладить их, да, массаж себе сделать, к массажисту даже пойти, либо самой просто что-то сделать. Мой дорогой, я сейчас тебе всё сделаю, что ты хочешь сейчас, всё сделаю. Вот если мы будем с таким подходом к своему любимому телу, то, поверьте, оно ответит. И не запихивать в себя еду, потому что мне сейчас нужны, я сейчас хочу забить какую-то там мысль, да, перевести просто фокус внимания на что-то позитивное, и вот как на Паша маслечко добавила водичку, да, это же чудесно, цветок гераний, масло гераний, это же мощнейшая гармонизация, это очищение, это такая благость. Вот, она почувствовала, она это сделала, тело ей откликнется, вот той гармонизации, которую она получила. Давайте мы будем больше внимания обращать, что же на самом деле хочет тело. Не на свои реакции, хочу заесть или запить что-то, или хочу сейчас крикнуть это, потому что мне надо пар выпустить из себя, да. Я пойду сейчас, пойду дерево обниму, я сейчас травку пойду поглажу, я сейчас на земельке полежу, на земелюшке, на травочке полежу, я сейчас по водичке похожу, да, чтобы перевести свой фокус внимания на то, что нам что-то даст, а не заберет. Потому что хорошо, мы сейчас что-то заели, но в итоге мы вопрос не решили, да, и в итоге оно настолько забрало энергию, потому что нашему бедному организму придется это все перерабатывать. А на самом деле нужно просто перевести внимание на что-то хорошее. Вот я сейчас часто хожу, ну как бы я и раньше ходила, да, я чаще хожу на то место, где спортом занимаются, вот, виндсерф, кайтсерф, там тоже пляж есть, но там другая энергетика, на пляже, на том, где люди, там совершенно другая энергетика. Либо хожу в тихую зону, там, где очень мало людей, и там, где птички, там, где слышишь волну, а не там, где анимация, там, где разговоры, там, где много шума, да, то есть, слушайте, вот, пускай вас тело ведет, мое тело дорогое, веди меня, что ты сейчас хочешь. Оно действительно начнет реагировать и пойдет в восстановление здоровья, потому что мы просто направляем туда внимание. Понимаете? Наталочка, я тебя еще раз благодарю. Все микрофончики включила, пожалуйста, кто у нас? Готовы общаться? Меня немножко так придавливает, поэтому так сижу и, ну, качает меня. Немножко даже было так сегодня, ну, как бы трудновато водить по чашам. Меня качает в одну сторону, а движение нужно в другие стороны делать. И у меня вот такая тренировка была полушария. Наталочка. Приветствую всех. Благодарю Лену за первую часть, за информацию, потому что, ну, часть информации раньше слышала, но ты сегодня сказала такими простыми словами. Я сидела, записывала. И хочу сказать, что вчера меня так нормально накрыло, и, ну, я почему-то связала... И голова болела. И я почему-то это связала с тем, что, ну, получается, год назад мама ушла. И у меня внутри и боль, и грусть. У меня вчера столько эмоций было разных. И вчера мы, ну, с самого утра выехали на природу, на озеро. И хорошо с утра были в таком месте, вообще никого не было. Ну, несколько часов была такая тишина и хорошо. И, как ты говоришь, слушайте, своё тело, болела голова. И в какой-то момент, думаю, надо всё-таки заныривать в воду с головой. Вот. Потом занырнула с головой, стало легче. Но и сегодня тоже чистит. Короче, чистит конкретно, чистит. И, да, процессы идут. И сегодня я тоже взяла тазик с водой. И мне стало легче. Я набрала горячей водой такой, ну, которую я могу терпеть. Соли насыпала. И уже вот эту вот часть с чашами сидела с водой. И прочувствовала я вот эти звуки, вот эти вот чаши. Прям сижу, у меня в голове они звучат. Особенно классно, когда мы дошли до седьмой чакры. И когда там прямо вот так вот раскуптилась. И стало легче. Энергия стала распаковываться по телу. Но эти дни и с телом тоже непросто. Тело ломит. Хотя я бы не сказала, что я как-то устаю это время. Ну, значит, я могу столько проводить энергии. Вот так коротко. Благодарю всех за это поле. За поле любви, чувствования, доверия друг к другу. Благодарю тебя, Леночка. И благодарю, что у меня сейчас есть возможность опять к вам возвращаться каждый четверг. Благодарю. Обнимаю. Всего хорошего. Хорошего дня. Наталочка, благодарю тебя. Да, вот сейчас еще с тобой дорабатывали. Там я слышала, именно работаю с головой. Вот сейчас вот у тебя может быть небольшое давление. Будет такое на макушечку. Прокачиваю там еще тебя. Поубирать надо. Там еще есть у тебя зацепки. Но они не такие глобальные, как были раньше. Тебя вот сразу я вижу сейчас. То есть оно у тебя пойдет сейчас. Вот прямо уже сейчас, прямо сейчас выходит. Через дыхание у тебя может какими-то своими ощущениями пойдет. То есть я тебе еще больше раскрыла сейчас. Вот выход. У тебя сейчас прямо ровно, потоком сейчас выходит. Прямо ровненько, потоком сейчас все выходит. Нет, я просто помогаю, чтобы оно вывелось. Сейчас оно таким наполнением идет. Знаешь, как в стакан наливают воды. Наполнение идет. И вот сразу же вымещение этого ванн. То, что там осталось, это эти остатки, вымещение наверх. Сейчас чувствуешь, да, пошло. О, пошло через дыхание. Пошло, пошло. Вот сейчас нормально все выходит, выходит, выходит. Сейчас тебя отпустят, Наташа. Будет легко тебе. Может быть, какая-то будет такая сравненность с опустошенность. Но это нормально. А если тебе захочется спать, просто отключи. Они с тобой будут еще продолжать работать. Но сейчас вот вывели. Сейчас идет стабилизация. Все, сейчас ровненько пойдет, ровненько, ровненько. Сердечко наполняет. Сейчас секундочку. Я не могу прервать просто процесс. Сейчас, Натаня, выведет. Чувствуешь, что слобные части тебя сейчас выводят еще. Хорошо, хорошо, пошло. Ну, замечательно. Вот мне сейчас пирамиду рисуют. То есть сейчас мы с тобой завершили, но с тобой еще будут продолжать работать. Поэтому постарайтесь, если возможно, сесть. Просто посиди в потоке, в поле посиди, пускай с тобой зарабатывают. Хорошо? Благодарю, Лен. Прямо так внутри, сверху. Нет, где-то... Сейчас буду работать. Вышло, да? Чувствуешь, легче стало, да? Но сейчас еще вытягивают. Наташа, посиди пока еще. Сейчас еще пирамиду на тобой еще вытягивают. Посиди пока в тишине. Ты почувствуешь, что когда освободится, там еще несколько минут, и у тебя закроется все нормально. Пускай пока еще поработают. Благодарю, Лен. Благодарю, Натанечка. Дорогие, микрофончики открыты. Здравствуйте, мои дорогие. Здравствуй, Кристиночка. Рада нашей сегодняшней сессии. Всегда жду с нетерпением четверга. Сегодня невероятная сессия. Конечно, мне прошло как пять минут. Не знаю, почему так быстро все воспринималось. С первых секунд началась работа. Очень мощные потоки пошли. Тело закружилось. И у меня шли слова благодарности за весь прожитый опыт. И начали выгружать картинками. Ну, прям вот такие шары. И все вверх пошло. Все ситуации начали воспоминаться. Все очень быстро. Ну, то есть сейчас я уже и даже не помню. Вот. Все через благодарность. Потом всю сессию меня сопровождали потоки. Очень долго зеленый. И передача своим родными шла. Подключались. Вот. Белый поток и фиолетовый. Вот. Всю сессию. Что еще? В принципе, у меня все, в общем, хорошо. Эта неделя прошла хорошо. Я очень много работала. Познакомилась с новыми классными людьми. Прям это очень круто, когда на одной волне. С первых слов. Ну, вообще, можно даже не разговаривать. Вот. Все на одной волне. Понимаем друг друга. С первых слов. Очень приятные такие знакомства. Я выбрала роль наблюдателя. Вот. Эту неделю. Наблюдая за ситуациями. Вот. Становится все на свои места. И все понятно, что сейчас происходит. Каждое ваше слово в первой части. Все подтверждается. Вот. Я согласна со всем. А еще в конце сессии тоже я прилегла сегодня. И мне говорят, вставай. Вставай. Я встала и тоже провели такой луч. Классный. Такие смешанные цвета. Даже не могу объяснить, какого цвета он был. И так завершилась моя сессия. Вот. Провели потоки. Очень классные. Ощущаю себя круто. Сегодня тоже проснулась с головной болью. В правой части головы. Прям не могла открыть глаза. Вот. И во время сессии все прошло. Вот так вот. Благодарю от всего сердца. Очень себя хорошо сейчас чувствую. Да, Кристиночка, я сейчас чувствую тоже, чувствую твое поле. У тебя очень ровненький поток. Сейчас буквально, вот я вижу тебя как кристалл. Тебя реально просто кристаллизуют. Понимаешь? То есть, как это грани оттачивают твои. Понимаешь? Ну, реально кристалл. Понимаешь? Ровные гармоничные потоки. Не могу ничего больше добавить. Потому что вот это выглядит как идеальный кристалл. Это сейчас твое состояние. Да, я, наверное, так и ощущаю. Наконец-то после столькой работы. Вот. Эта неделя прошла так, ну, очень гладко. Я благодарю себя, высшие силы, наше поле за общую работу. Я даже не могу представить своей жизни без нашего поля. Очень много работы сделано. На самом деле. Благодарю. Я тебя, Кристиночка, благодарю. Ты вот благодаришь, а я тоже тебя благодарю. Потому что ты еще просто не понимаешь свои силы. Вернее, ты еще не разглядела ее. Понимаешь свои силы, которые в тебе таятся. Но вот то, что я вижу на том комплане, какая мощь в тебе как в кристалле. То есть ты вот прямо... У меня идет как... Вот эта вот кристаллическая структура, которая является непосредственным приемником-передатчиком абсолютно идеальных частот первого творца. То есть ты вот такой-то проводник, понимаешь? То есть я сначала думала, ты как база хранения. Я, может быть, думаю, ты хранитель, нет, ты не хранитель. Ты именно вот эта вот идеальная световая структура, которая передает идеальные настройки. Понимаешь? Ну, я, наверное, не понимаю этого на самом деле. Хотя наблюдаю такие ситуации, но я даже... Ну, может, оно все и складывается в моей голове. Ну, начинает складываться. Знаете, даже сегодня вот я договорилась с подружкой встречи и думаю так, во сколько мы бы встретились? Ну, мне идеально в 17.30. Думаю, спрошу у нее, она пишет, ну, мне хорошо в 17.30. То есть вот так, как вы говорите, я уже программирую пространство, и оно все так и получается. Просто надо научиться почаще обращать внимание на такие мелочи. Оно вот именно так и складывается во всем. Так, как нам надо. Ну, в общем, считай, что ты вот как вай-фай, космический вай-фай. Нет, это даже не вай-фай. Это вай-фай-то может искажать. А вот ты вот реально кристалл, который передает без помех, без помех абсолютно любую информацию, любые сонастройки. Так что теперь ты это знаешь, теперь просто наблюдая, расширяя, развивая это в себе. Хорошо, буду наблюдать. Благодарю. Благодарю тебя, Кристиничка. До связи. До связи. Микрофончики свободны. Может быть, по сессии у вас какие-то вопросы. Может, что-то требует пояснения. Ну, все еще с силами собираются. Всем привет. Привет, Иночка. Ага. Поблагодарить, поблагодарить хочу от всей души. И отойти еще немножко не могу. Вот. Благодарю за первую часть, Лена. Действительно ценная. Ну, у тебя любая информация ценная. Прояснила все. И прям откликнулась в душе, в голове то, что сейчас происходит. Но с телом более-менее ничего. А в голове какой-то шурум-бурум у меня в том плане, что я как-то неадекватно стала реагировать на... Прямо у меня... Ну, на некоторых людей. Какая-то волна вот такая непонятная. То есть, если вот раньше, например, человек как-то говорит чудно, но там, да, есть какой-то фальцет там или бас, или какой-нибудь песклявый. Это вот раньше-раньше. Ну, думаешь, о, как чудно говорит, да. А теперь я ловлю себя на том, что я воспринимаю... Ну, как зеркало же в человеке что-то, если не нравится, это тебе что-то зеркалит. Я воспринимаю, что со мной не так. Значит, вот я тоже так же плохо говорю там или мыслю. Значит, я тоже кому-то не нравлюсь. У меня почему-то вот это вот сейчас такая фишка, что мне надо исправить, как мне это... Или, может быть, Лена, это на разных вибрациях мы, да? Вот, наверное, так. И просто и не обращать внимания. А я реагирую. То, что мы зеркалим, это понятно. Наша задача перестать реагировать. Реакция откуда вообще идет? Реакция идет от разделенности. То есть от программы эго идет реакция. Он не такой, я такая. Или я не такая, а он такой, да? А что-то там не нравится. У нас куча субличности. Так вот, смысл-то какой? Уйти от этого разделения. То есть когда тебе уже начало отражать, да? То это как бы поезд уже ушел. Оно показало, что оно в тебе есть. А вот надо добиться тогда, когда не будет отражения. То есть мы принимаем всех людей как представителей Бога на земле. Такие же, как мы. Вот помнишь, с чего я начинала, да? Да, да, да. Я равно бытие. Я равно, то есть бытие равно одно. И если мы воспринимаем себя такими, а другие, то есть а другие, они вообще не бытие, и вообще не оттуда, и вообще непонятно откуда, да? То получается, это что это такое? Это получается, опять мы идем в разделение, да? И мы не видим в тех того самого, чем мы являемся на самом деле источником. Так вот, наша задача, когда у нас программа эго работает, это именно программа эго, когда мы видим, я не такая или они не такие, да? Со мной что-то не так, либо с ними что-то не так. Это программа эго. Так вот, выйти на тот уровень, когда мы относимся ко всем без предубеждений, без этих вот предпосылок, без вот этих вот придуманных каких-то там... Ну, это эти программы у нас сразу начинают всплывать. Они, причем реакция, она может просто появиться без всякой мысли, да? Вот просто мы... Вот, 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 так вот сейчас у меня. Да, это отработанный паттерн, понимаешь? Если мы годами этим занимались, то это надо просто теперь отслеживать. Вот, как это отслеживать? Вот, начинается внутри волна, да? Вот сразу выходишь, то есть, а следующая будет реакция. Ты чувствуешь, внутри пошел какой-то там раз, зацепило. Все, на этом моменте до безреакции мы должны остановиться, чтобы зеркало не отразило. Мы должны, вот, только пошло что-то там щелкнуло, сразу, ага, понятно, тут же себя похвалить, классно, круто, поймала. Все, шаг в сторону и наблюдаешь. Причем спокойно наблюдаешь, да, без эмоционального вовлечения в общее. И что происходит? Когда ты не вовлекаешься, ситуация просто-напросто рассыпается, растаивает. А когда существует, продолжает существование ситуация, когда мы ее подпитываем вниманием? А еще лучше, когда мы начинаем туда влезать, кулаками махать, еще пару слов скажем, ну и все, и по уши в дерне, да? Что мы делаем, когда только чувствуем, внутри такой йог, да? Уже сигналчик пошел, сигналчик. Все, шаг назад, и с улыбочкой смотрим, и себя тут же, ай да я молодец, ай да я вообще, какая же я умничка, просекла, все тут же тормознула, все нормально, теперь просто наблюдаем. Понимаешь как? То есть относиться ко всем абсолютно без всяких предубеждений. Предубеждение появилось, значит, это наши субличности начинают отражать друг друга. Ну, у меня уже так это было хорошо все проработано, а сейчас, наверное, как проверочки, что ли? Лена, проверки и более глубокие слои. Лена, это будет постоянно. Нас в покое не оставят. В покое мы будем только там, когда отсюда уйдем. Мы же для этого и пришли, да? Вот. Но в этом во всем обязательно себя похвалить. Ай да я молодец. Вот в этой ситуации, когда мы начинаем зеркалить. Ай да я молодец. Увидела, увидела, увидела. Все. Классно, круто, поняла. Когда ты говоришь, все, поняла, осознала, все, ситуация улетучивается. Может быть, будут какие-то там еще косвенные проверочки, ничего. Они будут, по-любому будут. Матрица-то надо чем-то заниматься. Ну, что у нас, что с нами тут делать, как мне играться, да? Вот. Ну и ладно, и пускай играется. А мы благодарю, 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 увидела. Благодарю себя, благодарю людей, увидела. Классно, круто. Ай да я молодец. Ну вот, спасибо. И как раз у меня получилось, что твоя первая часть прямо вот в мою тему. И во второй части, Лен, прям вообще супер, сегодня такие энергии. Очень почувствовала сильно, когда ты говоришь, открываем седьмую чакру. И прям резко накрывает головная боль. То есть видно у меня там вот как раз таки, и у меня прям мысли были, что вот да, вот что-то там у меня с головой не в порядке с моими мыслями. И причем так заболела голова. Я уже и на один бок, на другой бок, вот полегче. И вот видно прошло, прошло прям моментально, быстро, как ты ее мне открыла. И потом, Лен, настолько, настолько сильно, настолько классно меня вырубила на 40 минут. Потому что обычно минут 20, ну как в трансе в этом находишься, вот все хорошо, все достаточно. А сегодня высшие силы, ты меня очистили аж 40 минут. Я даже удивилась. И причем, когда уже так думаю, все пора, руки ватные. Я даже руки поднять не могла. Насколько вот заземлилось, что ли, не знаю. Ну, потрясающие ощущения. картинок тоже много этих всяких историй, я даже сейчас толком не помню. Очень ярко, очень мощно. В общем, благодарю, благодарю всех участников за поле. Всех люблю, ты моя любимая, сладенькая, лапушка. всем нам мира и добра и света. Ну, с глубокой, душевной, сердечной благодарностью. Да, и сердечный центр очень так это чувствовала. Ну, обнимаю. Спасибо. Я сейчас тоже чувствую твой сердечный центр, Леночка. Сейчас доработали с твоей головой, и все будут выводить с головы. А за это, за трепетал сердечный центр, ты сказала, я чувствую, что он прям ухлух. Да, да, у нас сейчас соединение с тобой сердечного центра очень мощное. И вот через него, сейчас мне говорят, через него пойдет твое очищение ментала. То есть, в любом случае все, все как бы находится в соединении с сердечным центром, в саностройке, да, и чем ты больше будешь пребывать в сердце, тем больше у тебя будет свобода в ментале. Поняла? Да, да, ой, спасибо. Ну, а сердце это что? Про любовь, опять же, про любовь к себе. Я выбираю себя, да, в любом случае всегда я выбираю себя. Как я себя чувствую, как я себя ощущаю. Ну, это, знаете, вот, просто у меня в семье дочь, одна из дочерей, одна очень спокойная, вторая, вот, ну, просто вот, еще спичка не зажглась, а она уже горит. Вот, и я просто знаю, как это все идет, я понимаю, что другая ее сторона, она очень, очень ранимая, и поэтому вот эта агрессия, эта вспыльчивость идет как защита. Она этого не осознает, она не может этого понять, она приняла это как чертовый характер, но это не является чертовым характером. Так вот, мы себя очень сильно раним, сами себя раним, когда мы агрессивны, чем. И вот эти вот кожные болезни, да, вот эти экземы, это все такое, это мы сами себя раздираем изнутри, сами себя раздираем своими эмоциями. Поэтому, если у вас проявляется какая-то агрессивность, примите себя с любовью, примите прежде всего себя с любовью, и поймите, что вы всегда в полной безопасности, ничего никому никогда не угрожает. Эти все страхи непридуманные. Мы всегда в соединении с источником, мы всегда в соединении со своим сердцем. Но нельзя быть разделенным со своим сердцем, нельзя. И нельзя быть разделенным с любовью. Мы думаем, что мы отделены от любви, но такого быть не может. Если мы будем отделены от любви, мы жить не будем. Мы здесь только благодаря любви, благодаря этой энергии, по-другому не сможем существовать. Все остальное – это вот мусор в нашей голове. Поэтому соединение с сердцем – это вот то, что нам всем надо, как можно больше чувствовать себя через сердце. И он туда погружать, в свое любимое сакральное сердце. И объяснять ему, дорогой, послушай, я жила с тобой всю жизнь, вот мы тут с тобой такого начудели, давай мы пойдем теперь в сердце, и всем будет хорошо. Поверьте, он согласится, он тоже не хочет страдать ему. Зачем оно ему надо страдать? Всем хочется жить хорошо, и тем сублично всем хочется жить хорошо. Поэтому приглашаем в сердце, пространство любви, и просто объясняем, дорогой, тут тебе место, никто тебя вот не трогает, тут тебе просто вот хоромы, живи здесь, и наблюдаем, вот как он с тела себя чувствует, как он себя чувствует, как вообще вот у нас в пространстве, что происходит, давай мне вот эту полезную информацию. Все, займите, дайте ему фокус внимания, и он пойдет там себе это, делаем заниматься полезным. А вы в это время будете фокус держать на хорошее. Мне сейчас хорошо? Да, хорошо. Все. Вот так вот в течение часа, в течение дня, много раз. Мне сейчас хорошо? Да. Потому что я выбираю свое состояние, не как противоположность, вот там всем плохо, а мне вот на зло будет хорошо. Такого не бывает. Я выбираю это потому, что я себя люблю. Я хочу в каждом мгновении чувствовать себя хорошо, вне зависимости от любых обстоятельств. А что там соседи подкидывают, что там муж, жена, дети, вообще не важно, что подкидывают. Это все. Как это, ряд, ряд на воде, да? А океан внутри всегда остается тихим и спокойным. Так вот это мы должны остаться этим тихим и спокойным океаном. А все остальное ряд нас проверяющий, нас отражающий. Ну, зачем океану беспокоиться по поводу лову? Зачем? Если он океан. Леночка, поблагодарю тебя, дорогая моя. Да, благодарю, Лен. Сейчас в голове прям расширение, в сердце. Ой, прям напиться не могу твоими словами. Спасибо большое и помощью, энергией. Благодарю. Держи, держи открытое сердце, держи открытое голову. Сейчас с тобой продолжают еще работать. И выйдет у тебя там немножко осталось, выйдет из тебя все. Через вдох, кстати, вдох-выдох и выпускает вот два пирамиду. Знаешь, как это делается? Знаешь, что там все экологично принимается, трансформируется. Хорошо, дорогие, кто у нас готов пообщаться? Спасибо. 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 Все остальные хотят отдохнуть сегодня, да? Леночка, ну, это я, это я, Людочка. Давай-давай. Хочу сказать, ну, как-то, хочу сказать пару слов. Я второй день нахожусь в таком состоянии хорошем, то есть в такой эйфории. Сегодня, правда, поспокойнее чуть-чуть. Вот. И я просто одно могу сказать. Ну, у меня как бы, ну, как сказать, о здоровье, проблем, как бы, вопросов каких-то здоровья. Обо всем вопросов, в принципе, нет. Единственный вопрос, что вот хочется каждый день соединяться, как-то быть в потоке вместе со своими братьями и сестрами. Вот это каждый день хочется. Хочется быть вместе, хочется общаться, хочется просто, как бы, обмениваться энергиями, вот, ну, вот такое вот, чувствовать себя в таком праздничном, как на отдыхе. Вот почему-то так, такое состояние. Вообще хорошо себя чувствую. И вообще всем благодарна. Благодарна за сессию. Теперь я ночка очень хорошо, очень комфортно. Вот. Все очень было. И состояние, и все. Я говорю, что каждый день вот такой полет, каждый день такое состояние. И вот вчера я, вот, вчера вот это, не знаю, меня вчера вообще пробило, я длитый час, рыдала. Вот это, вот это видео мне сбросил мой друг. Это видео, там, статуя этой матери. Боже, боже, я вчера целый час так прорыдалась, что не могла никак выйти с этого состояния вообще. И целый день у меня был такой, какой-то, такой, на такой полете. И сегодня тоже, он даже вспомнил, сейчас это, вот, это такое состояние, не знаю, с чем-то соединения, с каким-то потоком, с какими-то энергиями. Не знаю, что-то пошло, какое-то соединение. И потом мне сбросили очень много информации, такое немножко негативное. Я ее прочитала, мне стало смешно. Я просто поняла, что это не моя история. У меня нету этого негатива ни к людям, и тем более, я не, и ко мне нету, по-моему, ни у кого негатива, поэтому. У меня нету соревновательности, у меня нету претензий. У меня есть просто любовь, которую я хочу излучать, дарить, принимать, благодарить. Вот, и это каждый день будет моя медитация. Благодарность и любовь. Вот, и всех вас очень благодарю и очень люблю. Людочка, благодарю тебя тоже. Хороший у тебя такой поток идет, я его считываю, чувствую. У нас же есть чат, да, у нас есть и канал, и чат. Пожалуйста, передавай свое состояние, там, может быть, у тебя есть, вот, ты вчера фильм разместила. Рассказывайте, делитесь своим состоянием у нас. У нас же что-то неделя есть. Для чего? Мы ее проходим, да, но мы проживаем это все и делимся своими состояниями, да, у кого что есть. У кого-то, может быть, в творчестве пойдет, у кого-то кто-то что-то интересное увидел, кто-то своими словами сказал, кто-то что-то на природе, да, кто-то какие-то интересные ситуации понаблюдал, расскажет. Делитесь, потому что вот это вот и есть наше живое такое общение, да, когда мы помогаем другому что-то увидеть из своего мира, расширяя его мир, как бы обогащая его мир, да. Кому-то это сразу придется, кому-то попозже, кто-то придет, попозже посмотрит, да. Но в любом случае, это идет наполнение нашего поля вот этим хорошим, которое мы в себе взращиваем. Поэтому есть у вас что-то хорошее, пожалуйста, приходите. В том числе, если у вас какие-то есть вопросы, и какая-то боль вас задела, да, тоже у нас не искусственный чат. Если у вас какая-то есть проблема, и вы вопрос какой-то, вы не можете самостоятельно найти ответ, пожалуйста, тоже задавайте вопрос. На том ключе, чтобы это, как бы, вы желаете, да, чтобы мы не навязывали, что вы желаете, если есть у кого-то возможность, подсказать, вот что мы можем, например, как мы можем на этот вопрос по-другому взглянуть. Вот таким образом. То есть это не выглядит, как жалоба у нас на канале, вот там, изливание негатива, там, или какая-то негативная информация, нам этого не надо. Но если есть какие-то вопросы, которые действительно волнуют, и хочется решить, по здоровью, там, по отношениям, что там еще, что по работе, пожалуйста, задавайте вопрос. У нас очень грамотная группа уже. Очень грамотная. У каждого накопился опыт, которым он уже может поделиться. Поэтому не стесняйтесь. У нас живое общение в нашей группе. Понимаете, да? То есть мы негативом не делимся. Лишь бы только поделиться. Нет. Мы делимся тем, что вот, например, заболела, как это можно решить? Вот таким, в таком ключе. Хорошо, дорогие. Если никого нету желающих... Нет, Сережа, давай. Я есть желающий. Я есть желающий. Благодарю. Тут сейчас немножко делами занимался. Сразу, когда третья я пошла часть. Вот. Слушал всех внимательно тоже. Вот. Благодарю за первую часть. Мне прямо захотелось здесь позаписывать, потому что, когда мы пишем, мы лучше усваиваем все это дело и как бы прорабатываем. Потому что, когда просто слушаем, иногда пролетает что-то мимо. Вот. Очень все четко, все то, что проживает, все то, что очень нужные вещи, те, которые были сказаны. Вот. Но мне хотелось сказать о том, что в последнее время я вот проживаю такие моменты, как я смотрю на мир и просто смотрю, как он откликается. То есть, такое, как бы такое проживание, что я и мир, это единое. И я просто смотрю, как бы изучаю его и как бы изучаю себя. То есть, Как бы вот такие вот часто приходят мысли, ну, как мысли, чувства, не знаю, как вот идешь и смотришь. Не так интересно. Просто смотришь, как что вокруг отвлекается, как все взаимодействует. То есть, ну, у нас с детства были такие фразы, что мир опасен, мир там еще. Вот. А интересно почувствовать мир как вот свое, как себя самого. То есть, как говорят, что кроме меня, в принципе, как бы никого нет, да, и в принципе мир, это все тоже я. По утрам практики делаю с водой и расширяюсь до уровня как бы Вселенной. есть такие больше, больше, больше. И вот, как бы, и днем, когда я просто хожу, и мне так вот иногда интересно просто это наблюдать. Вот. Ну, с супругой все нормально. Благодарю сердечно от всей души за помощь. Вот. что хорошо, что она начала смотреть в эту сторону, начала прислушиваться. Вот. Делает упражнения по шишу, и благодарю тоже. Вот. Я у нее спрашиваю, сам забываю, она говорит, а я сегодня сделала. Я говорю, ты мне напоминай, тоже буду делать. Вот. Такие вот дела. Мама тоже показала, тоже как бы она поблагодарила за информацию. Я надеюсь, она тоже будет делать все это. Вот. Так что благодарю за все. Сережа, благодарю тебя. Чувствую твое выравненное состояние. У тебя сейчас хорошая такая энергетика, ровное поле, вообще замечательно, стабильное у тебя состояние хорошее. По поводу вот этих всех рекомендаций, ты знаешь, вот когда шишу выслушаешь, там еще набираешься кучу позитива. То есть, это еще тот человек, который заряжает твои батарейки. То есть, это не просто какая-то заумная информация на каком-то канале, да, и тебе там начинают что-то рассказывать, которое, ну, они рассказывают, но они понятия об этом не имеют, что они рассказывают. Это человек-практик, да, то есть, человек, ну, вот результат есть из 70 лет, да, то есть, она шикарно выглядит, она просто какой живчик, да, человек. И вот, и она рассказывает, что работает, плюс она еще рассказывает так, что ты просто хочешь часами ее слушать, там у нее есть шутки, прибаутки, и манера рассказывания, как она это говорит, с какой легкостью, с каким уважением к людям. Не то, что вот вы тут такие вот начудели, давайте теперь это все разгребать, да, ну, так вот, с таким упреком, да, а у нее наоборот, ну, ладно, начудели, ну, ладно, там сделали эту операцию, ну, будем решать. то есть, с принятием, с уважением, с любовью, с такой легкостью, я просто ее обожаю, я вот, семь лет назад я ее случайно вот увидела, я рекомендую всем, потому что она дает исключительные знания в такой простой форме, ты просто слушаешь и запоминаешь, она у тебя просто записывается, как на LP, на пластинку, начинают, бороздки закручиваются, и ты навсегда запоминаешь, потому что это все доступно, рассказано, я переслушала огромное количество ее роликов, потому что, опять же, это связано со мной, с моей семьей, ну, практически одни и те же вопросы, одни и те же проблемы, только вот, то есть, начало одно, да, а потом уже по ситуации симптомы разные там немножечко, да, но, в принципе, у всех все одно, вот, и я на себе просто чувствую этот вот колоссальный результат, плюс еще и знание, если я целитель, я же должна знать, правильно, то есть, она мне помогает, она мне эту базу дает, которую я ни в одном институте не получу, как бы я ни училась, и у кого бы я ни училась, то есть, она дает именно вот ту основу, которая нужна нам, как целителя, для себя, либо для другого человека, но ты понимаешь, откуда ноги растут, плюс ты сам себе скорая помощь, ты сам себе доктор, ты в любой момент, ага, запомнил это, да, то есть, ты не одномоментно запоминаешь, ты запомнил, раз в нужный момент, а, щелкнуло, вот это я помню, все, и делаешь это, да, то есть, она пойдет уже дальше практически на автомате, ты будешь знать, что кому, где, когда, реальный институт, университет, прямо вот такой вот, и жизни, и отношения, у него все в комплексе идет, поэтому я рада за тебя, за твою семью, практикуйтесь, радуйте нас своими результатами, будьте здоровы, всегда здоровы, и прекрасного здоровья, благодарю, благодарю, я удивлен, что и 77, я думал, ей до 60, да, 69 или 70, ну, было какое-то видео, там, ей вот под 70, да, а, под 70, а, понятно, или уже 70, ну, поздравляю, надо зайти там, ее посмотреть на канале, ее поздравляли с днем рождения, надо посмотреть, то ли 70, уже 70 есть, ну, да, по-моему, 70 уже есть, а, даже где-то какое-то видео было, она говорит, о, 70 лет, она до сих пор прыгает, вот так, ясно, благодарю, всем, благодарю тебя, Сережа, добро, благодарю, благодарю, благодарю тоже, так, ну, дорогие, все высказались, точно? Точно-точно? Точно-точно? Добрый день! Точно-точно? Я не высказалась. Я молчала, потому что я на первой сети не была, и поэтому, как ученик, надо спрятаться за всеми, за всеми, ну, я рада, очень рада, что сегодня четверг, рада, что есть интернет, рада есть, что телеграм, и вы все вместе, и каждый четверг собираетесь, это удачно, это очень стабильно, это идет к успеху, мне очень понравилось, когда наша Лена, свет, сказала о том, что делитесь, и хорошим, и плохим, мы поможем, так что надо делиться, не надо держать что-то, ну, ну, как говорится, спрятаться, быть в себе, да, надо открыться, возможно, кто-то прошел через это, через это состояние, через это, или через радость, или через скорбь, у него есть опыт, и он может дать нам, каждому из нас, да, вот я слышала в третьей сессии, Наталья Королева, ну, как говорится, я не знаю, я давно ее не видела, на сессиях, и поэтому, вот это скорбь, год назад, мама умерла, да, маме много, могу признаться, моя мама умерла, в 80, когда я исполнилась, 87 лет, и она могла быть еще жить дольше, в этом году ей исполняются 90, но, знаете, не было у меня скорби, хотите, верьте, хотите, нет, не было у меня скорби, и отец мой умер в 70 лет, то есть, мама пережила отца 17 лет, почему я это рассказываю, такой опыт, это был интуитивный, да, он у меня сейчас, представьте, 2000, сейчас скажу, в 2005 году, 4 января, внезапно умирает отец, ему было, ну, в общем-то, к 70, и к чему я говорю, для меня это была трагедия, потому что это была внезапная смерть, и это пережить каждому, очень страшно, еще многого ты не знаешь, я еще была моложе, чем сейчас, это уже почти скоро будет 20 лет, и в итоге к чему я рассказываю это, может быть, кому-то это поможет, в будущем, или в прошлом, да, вы можете вернуться в тот год, или в тот час, или даже сегодня оставить время на, вот так сказать, на одиночество, то есть нет, выключено все, вся информация, ни интернет, ни телевизор, у кого есть, никакие телефонные звонки, не открываться, а взять бумагу, ну, желательно тетрадь, чтобы она не потерялась, это работа ваша, знаете в чем, взять ручку, можете зажечь свечу, можете налить стакан воды, и что удивительно, взять и написать благодарность, благодарность, по ком, например, вот, например, Наталье Королеве, своей маме, написать благодарность, и написать по пунктам, за что вы ее благодарите, вспомните добрым словом, даже, возможно, кому-то, или, например, все действия, за что вы благодарите, вот пункт, один, два, три, четыре, пять, шесть, и кажется, все, нету, а потом придет, еще напишите, напишите, вы освободите себя, вы разрежете вот эти, как говорится, невидимые нити, которые вы держите, свою маму, или отца, или каких-то родственников, или каких-то коллег, ну, которые вы прикреплены, вы отпустите эти, вот знаете, бывают невидимые нити, но вы с благодарностью отпустите, и им легче, которые умерли, и вам легче, хотите, верьте, хотите, нет, это, узнав о смерти отца, и вот приходит, ну, то есть, это быстро было, то есть, у некоторых похороны идут, ну, долгие, кому-то, несколько дней, неделю, у каждого по-своему, это было мало времени, да, то есть, это было очень мало времени, и перед, ту ночь, вот на следующий день надо хоронить отца, я взяла, ну, то есть, это было ночью, я написала этот список благодарностей, и мне было хорошо, у меня был мир, у меня был покой, у меня было, ну, вот эти, вот стержень, бывает, некоторые не могут, если я знаю, среди своих родных и близких, могут заболеть под температуру 40, при таком известии, да, то есть, идет какая-то болезнь, и духа, и души, и тела, я это выдержала, но самое главное, вот эти люди, я хочу сказать, и этот процесс, никто не видел, что это написала, никто, возможно, то есть, ну, видели ангелы, видели Всевышний, видел это, может быть, и Отец, и в итоге, у меня мир, покой, радость, и самое главное, уверенность, все будет хорошо, для всех, и вот многие, я вижу, почему это говорю, я не знаю, в каком состоянии каждый из вас, бывают люди, которые страдают, и болеют, и умирают быстро, в течение года, из родственников, потому что они взяли эту, такую скорбь, и они пришли к этому, а зачем, например, как вам сказать, не бойтесь жить, да, надо первые три дня поплакать, потом нельзя, да, они могут быть, приходить в неделю, там, через месяц, отправляйте своих родственников, кого-то близких, отправьте в санаторий, отправьте, отправьте с радостью, отправьте какую-то в другую страну, в тёплую, горячую, куда он хотел, на рыбалку, или, ну, бывают разные ситуации, отправьте, отпускайте это, вот это я хотела сказать, а ещё, почему я делюсь, потому что я вижу результат, и после смерти мамы, и после смерти отца, когда вы это отпустите, у вас будет благословенный год, только примите решение, принять эти подарки, от Всевышнего, от Вселенной, да, то есть сделайте шаг, сделайте шаг навстречу к лучшему, то есть вы наследники, в каком смысле, не то, что там вам при, там, ну, как вам сказать, есть такие вещи, ну, там, естественно, войти в наследство, вы знаете, да, за так называемое материальное, но вы наследники духовного, душевного, физического и финансового, вы можете не получить это наследство, которое, так называемое, ну, там, по документам, у вас другое, вас по-другому благословят, я не знаю, кто-то принял это слово или нет, Лена, можешь мне что-то сказать, правильно я говорю или нет? Ты знаешь, я закрыла глаза, потому что я просто в кайфе от твоего голоса, от твоих вибраций, это ты вот работаешь, как звук с пластинами хладини, то есть у тебя очень высокая, высокий потенциал, высокая проводимость, и ты, когда говоришь, ты проводишь очень высокие вибрации, учитывая смысл твоего послания, слова, которые ты используешь, вот ты действительно сейчас провела настройку, я не знаю, насколько актуально, сейчас твое послание для присутствующих, для кого-то отдал, для кого-то нет, но то, что ты сделала, ты провела на звуковую настройку, с нашим полем, это стопроцентно, вот я сейчас говорю, меня аж качает, то есть ты сейчас реально выравнивала поле, и может быть, ты выступила бы с другой информацией, но именно твой голос творит чудеса, вот я тут мысли пришла, думаю, тебе бы фильмы озвучивать, понимаешь, у тебя вот эти вот фильмы, фэнтези, красивые такие, где такое повествование, очень чувственное, слышу, у тебя такой дар потрясающий, просто потрясающий дар, понимаешь, я полностью согласна с твоей информацией, что ты сказала, с твоим знанием, с твоим опытом, каждый примерит о себя, насколько ему отзывается, но то, что в любом случае, я знаю по себе, когда кто-то умирает, и мы страдаем, и мы страдаем, потому что нам стало плохо, это понятно, нам этого человека не хватает, это мы страдаем, если мы понимаем, что человек уже сделал свое дело, все, и идет домой, ему классно, как в Индии, как я лично наблюдала, на Бали, либо на Шри-Ланке, а там вот эти вот процессии, похоронные, идет огромная вереница людей, в белых одеждах, с цветами, несут, ложат его там на океан, там, да, отправляют его туда, вот на плоту, либо на лодочке с цветочками, там, дальше я не наблюдала, и сжигают, или вода поглощает, этого я не наблюдала, не смотрела, но для них это праздник, они отправляют человека домой, а для нас это прагедия, потому что мы пока еще думаем больше о себе, и о том, как мы себя чувствуем в этой ситуации, это вот все, что я говорила на сессии, поэтому, когда мы понимаем, что никто никуда не девается, никто никуда не исчезает, все продолжают жить, просто в другом, в мирности, и они нас прекрасно видят и слышат, и с нами общаются, другое дело, что мы их не видим, и закрыты к общению, но это уже вопрос к нам больше, но то, что они нас видят и поддерживают, это на миллион процентов, так и так оно и есть, и благодарность, о которой ты говоришь, это первое дело, что мы вообще должны делать, по отношению к себе, к людям, к ситуациям, ко всему абсолютно, если оно пришло, оно пришло для тебя, в этом я тебя очень благодарю, за твое повествование, за твой опыт, за твои энергии, за твой удивительный, магический голос, просто это, просто, у меня всегда мечта была, такой голос иметь, у тебя огромный дар, у тебя просто, феноменальный голос, но к этому голосу, еще твое внутреннее содержание, твои знания, твой опыт и твоя мудрость, вот это все дает, такой вот огромный комплекс, тебя интересно слушать, тебя интересно воспринимать, тебя интересно слышать, понимаешь, и тебя слышишь, ты доносишь так, что тебя слышишь, поэтому я тебя благодарю, все наши группы, приходи к нам почаще, выступай, делись своей мудростью. Можно я тоже, Леонорку, благодарю за информацию, вот такую важную, и зачарующий голос, за ее вибрации, такие материнские, окутывающие, успокаивающие, вот как океан, успокаивающие, вот прям качаешься, так хорошо, благодарю от всей души. Да, полностью согласна, полностью поддерживаю, просто вообще, хоть ты даже не слушала первую часть, но ты пришла вот, как в завершение, закончить наш процесс, на таких больших, на высоких вибрациях. Да, и напомнила про благодарность, всегда всему. Хорошо, дорогие, кто-то еще хочет, заканчиваем сессию, кто-то хочет еще сказать что-то? Олечка, Князева, ты там пыталась, передумала? Ну хорошо, дорогие, если все, уже кто хотел выступил, тогда я благодарю вас за то, что вы есть, за то, что мы есть, за то, что у нас есть, где собираться, за то, что мы можем открыться друг другу, друг другу рассказать, и быть услышанными. Благодарю за вашу мощную энергию, все здесь проводники, все буквально обладают огромным потенциалом. Я желаю мощного раскрытия вашего потенциала. Я желаю вам благостного прохождения, благостного прохождения тех процессов, которые мы сейчас проходим энергетически. Душевном покое и с благодарностью. Мы все равно уже все это прошли. Знаете это, мы сейчас смотрим на себя и в будущее. Поэтому с нами абсолютно все хорошо, с нашими родными и близкими все хорошо. Если бы это не было так, мы бы тут не были бы. Поэтому все уже замечательно. Обнимаю вас всех с любовью, еще раз благодарю. Делитесь всем, что у вас есть на душе, на счастье. Будем рады поделиться тоже нашим опытом. Тогда до связи и до скорой встречи. Всех благодарю. Благодарю Поле, благодарю Всевышнему. Субтитры создавал DimaTorzok